Всем привет! Это УниверТВ и прямой эфир по вопросам поступления в университет. Сегодня у нас в гостях по традиции наш любимый Институт вычислительной математики и информационных технологий. Однако сегодня немножко непростой формат, необычный, потому что в гостях у нас студент. Поэтому позвольте я представлю вам наших гостей. Это первый заместитель директора Института вычислительной математики, кандидат технических наук Егорчев Антон Александрович. Всем здравствуйте! И Александр Рощин, лучший выпускник Института вычислительной математики в этом году, вошедший в топ-20 лучших выпускников вуза. Александр! Здравствуйте! Итак, в ходе сегодняшнего прямого эфира наши зрители могут узнать о поступлении в вуз, о поступлении в институт, о заселении в общежитие и вообще о ходе приемной кампании. Ну, чтобы не терять времени, Антон Александрович, вкратце расскажите об Институте вычислительной математики. Да, вкратце тогда расскажу. То есть, я думаю, что наш институт всем известен. То есть, это бывший факультет ВМК. У нас крупнейший в республике Татарстан, именно IT-институт. Самое большое количество факультетов, множество различных направлений. Часто приходят с вопросами, в чем же отличие от других, например, институтов, от других факультетов, которые IT существуют в Татарстане, в принципе. Скажу так, что у нас направлений настолько много, что вы сможете найти себя в каждой профессии. Думаю, дальше в следующих вопросах мы это уже раскроем. У вас направления, получается, начиная от обычной прикладной математики, заканчивая бизнес-информатикой и информационной безопасностью, верно? Да, все верно. Конкретно для бакалавриата у нас есть 7 направлений, для магистратуры 14 профилей и еще порядка 7 для аспирантура. Но 7 направлений – это тоже не значит, что в каждом направлении вы как-то узконаправлены. То есть, например, у нас есть прикладная информатика, прикладная математика, бизнес-информатика, информационная безопасность, фундаментальная информатика. И все это разные направления. А разные они чем отличаются? Каким-то учебным процессом или какие-то прям кардинально важные отличия по выходу абитуриента, уже студента? Да. То есть, нужно сказать, что мы готовим программистов. Но программист в современности – это не то, как это понималось 20 или 30 лет назад. У программиста сейчас есть узкая направленность. И мы выпускаем конкретных специалистов, которые владеют конкретными инструментами. То есть, например, на прикладной информатике – это все, что связано с мобильной разработкой, веб-разработкой, любыми кроссоверными приложениями, будь то на Mac, Windows, Linux. На бизнес-информатике у нас готовятся именно специалисты, умеющие работать в ERP и PLM-системах. Это различные бизнес-системы. То есть, это те, кто приходят на предприятия и работают именно с экономическими системами. Сейчас это особо актуально, потому что в Российской Федерации с прошлого года у нас ушли все иностранные поставщики. То есть, множество предприятий работало на иностранном программном обеспечении, сейчас все переходит на 1С. И у нас конкретно на бизнес-информатике готовят именно специалистов с современными системами, которых могут поднимать спрос просто огромный. То есть, к нам тоже обращаются за такими специалистами, просто не успеваем выпускать. Надо сказать, что у нас на бизнес-информатике всего 10 бюджетных мест, но контрактов достаточно много. То есть, к примеру, в прошлом году на 10 бюджетных мест приходилось 90 контрактов. Это единственное такое направление, которое превышает контрактными местами. В основном все направления – это количество бюджетных равно количеству контрактных. Кроме того, по информационной безопасности. Опять же, готовим специалистов по информационной безопасности. То есть, по так называемому белому хакингу тоже сейчас особенно актуально в связи с участившимися атаками на различные ресурсы. Например, другим направлением является прикладная математика. Сразу говорим, мы не институт математики, мы не готовим математиков, мы готовим программистов. Направление называется прикладная математика. Она именно прикладная. Она прикладная в программировании. То есть, там занимаются системой машинного обучения, искусственным интеллектом. И все это математика. Не нужно под математикой понимать алгебру, геометрию. Вот все вот эти вот новые искусственные интеллекты и прочее – это на самом деле математика. Ей нужно хорошо владеть. Это наше самое сложное направление. Если обратить внимание, на него будет самый низкий проходной балл. Это именно потому, что оно самое сложное. Туда должны идти те, кто очень хорошо уже владеют, по крайней мере, базовой школьной математикой. Кроме этого, например, есть что-то среднее между прикладной математикой и информатикой. Это прикладная математика и информатика. Там соблюден баланс. То есть, выпускник в итоге овладевает и базовой математикой. То есть, он способен создавать новые программы, решать новые алгоритмы. Но и при этом владеет написанием прикладных программ. То есть, такими, как, например, может реализовать все эти алгоритмы в мобильных приложениях, в веб-сайтах. Сейчас это называется не научной новизной, а то есть в народе. Это какая-то фишка такая. То есть, за счет которой продукты становятся коммерчески успешными. Вот такой вопрос. У меня неоднократно уже говорилось, что у вас в институте, так сказать, все поровно дается. Программирование, инженерия, математика. Да, все верно. Это так называемое STEM-образование. Да, действительно. То есть, все наши направления, все курсы мы разделяем на четыре направления. То есть, обязательно студент должен владеть математикой. Обязательно. Это научно-естественный блок. Но что главное, у нас есть блок, который занимает 25%. Это именно инженерный блок. Что это значит? Это значит, что у нас выпускник-программист не абстрактным программированием владеет. Не просто языком владеет, а владеет конкретными инструментами. И эти инструменты будут зависеть от направления, которое он выбрал, и от спецкурсов, которые он выбрал. Все дело в том, что студент сам строит свой трек обучения. То есть, когда он учится, он выбирает свои спецпредметы. То есть, он может даже несколько предметов выбрать. То есть, он, например, выбор, опять же, идет в ту же мобилку или веб. Он идет в алгоритмы какие-то нейронных сетей программирования. Или он идет, например, в обработку речевых сигналов. То есть, если это с математикой связано. Вот такой еще вопрос. Возвращаясь к бизнес-информатике. В прошлом году средний балл был порядка 270. То есть, это, получается, одно из самых таких направлений, где нужен действительно большой балл для поступления на бюджет. Да, да. Бюджет сложно там учиться. 270 – это был нижний балл. В среднем 8 из 10 поступили с баллом выше 290. Остальные двое, скажем так, просто немного просели, потому что последние забрали заявление, те, кто были на 290. Это бакалавриат? Это бакалавриат, да. Если точнее, 293. Максимальный балл там был 305. То есть, человек набрал 300 баллов за ЕГЭ, это максимум. И плюс еще получил за свой красный диплом 5. То есть, на это направление сложнее всего поступить, но оно, скажем так, и… Окупает себя. Да, оно окупает себя, оно достаточно востребованное. И востребованное всегда будет, пока существуют предприятия. То есть, опять же, будь то коммерческие или государственные, на них на всех необходимо поддерживать систему экономики, систему управления предприятием. Чему там и учат. Ну, то есть, констатируя все до этого сказанное, получается, ваш институт готовит программистов в разных областях. И инженерное дело, и банковское, и медицина, и профессиональное. Да, я бы даже сказал абсолютно во всех областях, потому что у нас, кроме вот этих направлений, студенты еще и живут внеучебной жизнью. Но внеучебной жизнью они имеют возможность именно заниматься в лабораториях или научно-исследовательском центре. Чем они там занимаются? Они там под руководством действительно реальных ведущих программистов занимаются реальными проектами. И там уже спектр немного шире. То есть, там кроме высокоуровневого программирования, все, что мы называли, это называется высокоуровневым программированием, занимаются еще и низкоуровневым программированием. Это тоже очень востребованная сейчас область. Специалистов крайне не хватает. Мало кто из студентов способен либо может с этим работать. Это программирование плат различных. Вот все, что вы видите, всю свою технику, холодильники, микроволновки, телевизоры, это все низкоуровневое программирование. Высокоуровневые программисты не могут это программировать. И это, как вы понимаете, профессия востребованная. То есть, вы поспрашиваете программисты, с кем работают, но вы одного из тысячи найдете, что он умеет программировать технику. То есть, скажем так, если в 80-е, 90-е это была распространенная профессия и был даже избыток таких программистов, потому что программировать больше особо было нечего, то сейчас как раз-таки их недостаток и зарплаты, естественно, у них многократно возросли. То есть, проблем с трудоустройством студента в принципе не возникает чаще всего? В нашем институте не то, что проблем, у нас такого слова нет, проблемы с трудоустройством. То есть, просто всех расхватывают. Если, наверное, есть какие-то области не айтишные, в которых действительно надо искать, надо через центр карьеры обращаться, подбирать. Нет, у нас просто расхватывают, столько не выдаем, скажем так, сколько даже запрашивают. Но у вас, насколько я знаю, часто приходит такой ивент, День карьеры, и часто к вам приходят всякие компании Тиньков, Huawei, то есть, со своими... Да, все верно, верно. То есть, мы сотрудничаем с компаниями, они о нас знают, мы с ними проводим мероприятия Хакатон, это не только Дни открытых дверей. То есть, студенты там участвуют, присматриваются, где им удобно работать. То есть, одни из последних, что проводилось весной, весной мы проводили мероприятия с Тиньков, проводили мероприятия с Яндекс и проводили мероприятия с группой ВК по информационной безопасности, ну, то есть, ВКонтакте. Вот, то есть, с этими тремя компаниями. У всех есть запрос на студентов, все не просто так проводят мероприятия, просто провести стилю Олимпиаду или Хакатона, все хотят к себе на работу взять наших студентов. Ну, и здесь, наверное, стоит упомянуть, что у вас на факультете функционирует Олимпиадный центр по программированию. Да, да. Где тоже ребят забирают компании, когда они побеждают. Тех, кто в Олимпиадном центре, тех просто расхватывают, их даже не удерживают для дальнейшей работы здесь. Потому что Олимпиадники это самые востребованные, даже если они какими-то технологиями не владеют, они ими очень быстро овладевают, если что-то нужно. То есть, ну, у нас в Олимпиадный центр можно прийти с первого курса, даже если вы Олимпиадами не занимались. Олимпиадное программирование это там не школьные Олимпиады, где это все казалось чем-то страшным. Нет, то, что было школьными Олимпиадами, теперь это стало реальным программированием на первом курсе, не более того. Там вас научат, как работать с различными сложными алгоритмами. Вы будете участвовать в международных Олимпиадах, где вы будете числиться в списках, что вы там участвовали. Даже если вы призывами места не занимаете, вы там в списках есть, вас будут звать в крупнейшей компании. То есть, в данном случае у нас разбирают из Мэйла Яндекс таких вот программистов. Наш Олимпиадный центр, надо сказать, один из самых крутых в России, потому что наши ребята уже несколько лет подряд выходят в финал чемпионата мира. Это означает, что они все до этого стадии прошли. Прошли одну восьмую финала чертить, финал полуфинал, который проходил, соответственно, уже получается полуфинал. Это у нас Евразия получается. И выходит уже в мир. То есть, наши ребята одни из лучших в мире. И это все готовит как раз-таки. И это все готовит наш Олимпиадный центр. У него достаточно долгая история. То есть, я сам в него еще ходил, когда он был кружком. То есть, Равиль Максимович Хадиев его организовал у нас. Вел, соответственно, Олимпиадный кружок. Так, соответственно, вот он разросся до центра сейчас. Это Камиль Равильевич Хадиев, его сын, продолжает развивать этот центр. И это уже настоящий центр. На текущий момент у нас Сбербанк поддержал наш Олимпиадный центр. Сейчас Олимпиадный центр разросся. То есть, он увеличился не только по Олимпиадному спортивному программированию, но еще и до хакатонов по низкому уровню в разработке, по мобильной разработке. Сбербанк проспонсировал, предоставил новое оборудование. То есть, там сейчас новые ноутбуки, компьютеры, мониторы, проекторы. В сентябре у нас будет открытие нового центра с новым оборудованием. То есть, нового центра имеется в виду с новыми помещениями. Ну, то есть, для студентов есть все возможности как обучиться, как обучаться, так и в дальнейшем развиваться. Да, да. И надо сказать, что... Старая аудитория с компьютерами Алиапентиум-4, это действительно аудитория с мощным железом, со современным оборудованием. Да, да, да. То есть, некоторые там могут говорить, что там тяжело учиться, как мы будем это успевать. Нет, все как-то все успевают. Все успевают еще и учиться, и работать, и студенческой жизнью заниматься. Ну, раз уж мы заговорили о студенческой жизни, учиться работать, давай, Саша, расскажи нам про свой общий путь. Как ты решил пойти, вот именно на Евмид пойти? Ну, выбор очень сложный был, потому что у меня еще был выбор перед тем, как я поступал, пойти вообще в другую специальность. Но в какой-то момент я решил, что математика и программирование, они более перспективные направления. Начал самостоятельно еще увлекаться и заниматься изучением языков. Там, Си плюс плюс, огромный талмуд, такая книжка, Бьерна Страуструпа. И, соответственно, готовился самостоятельно к ЕГЭ по информатике. Выбирал очень долго, выбирал очень кропотливо, потому что изучал все учебные планы, изучал, какая вообще будет программа. И вот, в конце концов, выбрал прикладную математику и информатику, и поступал конкретно туда, зная уже, чего я хочу и что я от этого ожидаю. Вот ты упоминал языки программирования. Вот какие вам преподавали вообще языки? Ну, базовые алгоритмы и основы мы проходили на Си плюс плюс. То есть в этом плане я был маленько уже подготовлен, конечно. А в дальнейшем не было такого ограничения. Как уже было сказано, что каждый язык это скорее инструмент, который приспособлен для своих целей. И когда мы задавали какие-то задания, не было привязки к языку. Кому как удобнее использовать, так и они издавали задания. То есть, если, допустим, какой-то Python, он больше и лучше приспособлен для работы с нейронными сетями, с анализом данных, то с объектно-ориентированием программированием лучше работает, наверное, все-таки Си плюс плюс. То есть тут вопрос в том, как ты распоряжаешься инструментами и как ты, в принципе, умеешь рассуждать и работать с этим. Антон Александрович, вот, кстати говоря, сегодня в премной комиссии, прошу прощения, был вопрос касательно того, какие языки, ну, сейчас уже Саша ответил, и возрастная группа преподавателей. То есть, как Саша говорит, если тебе, допустим, удобно делать на одном языке, то ты делаешь на этом. То есть нет такого прям жесткого «делай так, делай так, делай так». На первых двух курсах, вот как правильно Александр сказал, есть такое, что на конкретных направлениях будут даваться конкретные языки. Где-то это C++, где-то это C Sharp, где-то это Java. Но в дальнейшем, да, то есть в зависимости от направления, то есть, например, в мобильной разработке, если это Android, значит, это будет Kotlin, если это iOS, это будет Swift. В основном у вас нет выбора, то есть вы должны, мы учим, как подбирать правильный инструмент для решения задачи. Естественно, там студент не сам изучает Python, ему, соответственно, его дают. То есть в виде спецкурсов, в виде основных образовательных программ у нас это все есть. То есть если посмотреть все направления, там больше 10 языков будет. Но опять же, каждая для своего направления. То есть на бизнес-информатике основной упор, например, делается на 1С. Это не значит, что они только 1С владеют. На бизнес-информатике есть и мобильная, и веб-разработка тоже. Опять же, какой спецкурс для себя человек трек выберет, то есть в той же бизнес-информатике система, они ведь и веб-ориентированы, и мобильно ориентированы. Несмотря на то, что 1С это все позволяет, в любом случае технологиями человек владеть будет. Но главный владетец технологии, мне очень понравилось, как сказал Александр, не зря, видимо, лучший выпускник, то есть что... Да, учился. Да. Сказал очень правильно, что это инструмент, мы учим, как правильно подобрать, как использовать инструменты. Вот если человек это понимает, что ему не важен язык программирования, а что он программист, да потому что меняются концепции постоянно. У вас еще 5 лет назад самой пиковой была мобильная разработка, то есть в том плане, что все разрабатывали какие-то мелкие приложения, на этом коммерческие компании зарабатывали. Для ИОС, надо сказать, это сильно опустилось, то есть по сравнению с веб-разработкой. Сейчас, если смотреть прикладное, то возросла веб-разработка, возросла информационная безопасность. То есть каждые 5 лет примерно, а уж 10 тем более, концепции меняются. Но мы к этим концепциям подстраиваемся, вот сказать про возрастных преподавателей. У нас очень много молодых преподавателей, то есть те, кто дают языки программирования, есть разных возрастов, но у нас преподаватели проходят переподготовку каждый год. Мы каждый год собираемся, строим план, на следующий год мы анализируем, что сейчас в трендах, что сейчас нужно студентам, и план, соответственно, подстраивается. Вы можете сравнить планы предыдущего года и этого года при поступлении. То есть мы, соответственно, например, на 2 направления, бизнес-информатику, к прокладной информатику, план поменяли, адаптировали. То есть каждый год планы меняем, адаптируем, преподаватели подстраиваются, они опытные, много чем владеют. Естественно, есть те, кто еще преподавали в 90-е, тогда они преподавали Паскаль, потом они переходили на C++, изучали Java. То есть переход, опять же, для преподавателя, когда он программирование знает, подготовиться к новой технологии за текущий год, потому что план на следующий год строится вот за этот год, никакой проблемы нет. Ну и плюс у вас нередко открывается новая магистратура, направление. Да, конечно. Ну и, соответственно, аспиранты каждый год заканчивают обучение, продолжают дальше преподавать. То есть они и работают программистами на фирмах, и у нас преподают. Ну что ж, Александр, возвращаемся к тебе. Получается, ты вошел в 20-ку лучших КФУ. Ты, получается, с самого начала, с первого дня поступления знал, чего ты хочешь и к этому устремился. Ну, соответственно, да, получается, за 4 года бакалавриата, как это говорится, аппетит приходит во время еды, и 2 года я отучился на информационной безопасности, и уже знал, что я хочу изучать, какие мне нужны для этого инструменты, где мне это нужно искать, изучать, и, в принципе, чем владеть. Информационная безопасность, это уже магистратура? Да. Вот про поступление в магистратуру расскажи. Ну, получается, защитил диплом бакалавриата, сдал свой ВКР, и, соответственно, также выбирал из всех направлений, которые были представлены. Я остался на своей кафедре, так скажем, но уже немножко с другим профилем. То есть это больше в информационную безопасность, так как прикладная математика, информатика, она предполагает более широкий профиль, и, как уже было сказано, выбор своего пути обучения, я пошел по пути информационной безопасности, и уже в дальнейшем на магистратуре изучал уже квантовую информационную безопасность. А магистрская диссертация была связана с дипломом, или все-таки выбрала другое? Ну, сложно сказать. Наверное, все-таки это вытекающее было одно из другого, и, наверное, они не особо связаны, но знания, которые были получены, они были использованы уже непосредственно в магистрской диссертации. А что касается, вот как Антон Александрович сказал, что студенты уже участвуют в проектах реальных, в разработках, вот. Как у тебя с этим было? Ну, я на данный момент, получается, работаю дизайнером пользовательских интерфейсов, вот, совмещаю учебу и работу, то есть, соответственно, как раз это получается студенческое конструкторское бюро или Центр цифровых трансформаций, вот. Все это, получается, прекрасно совмещать, соответственно, использовать свои знания на практике, потому что у меня было, так скажем, хобби, я изучал дизайн самостоятельно на протяжении 8 лет, наверное, да, еще и подрабатывал, вот, и прекрасная возможность появилась совмещать базу программирования, которая была получена, и дизайна, и, соответственно, использовать ее на практике. Вот, как-то так. Сейчас какие дальнейшие планы? Аспирантура? Аспирантура. Здесь же? Здесь же, да. А там, если не секрет, какое будет направление, то есть, даже не направление, а что бы хотелось в аспирантуре изучать, подчеркнуть, исследовать, разрабатывать? Ну, наверное, хотелось бы поступить на направление системного анализа, вот, и уже в дальнейшем продолжать и как педагогическую деятельность, так и научную деятельность развивать у себя, поэтому, ну, профиль достаточно широкий, уже более такой академический, наверное. Ну, да, что касается исследовательской деятельности, неоднократно было сказано, то, что ВМК и МИД ВМК очень славятся своим подходом к исследовательской деятельности, то, что потом студентов рекомендуют после бакалавриата, идите в магистратуру, там вы уже будете начинать готовить свою кандидатскую. Да, да, то есть, смотрите, бакалавриат – это действительно такое базовое образование, человек действительно выходит программистом, то есть, выходит он базовым начинающим программистом, независимо от того, что студенты начинают работать уже с третьего курса, то есть, большинство уже, соответственно, идут на соблазн и учатся, и работают, потому что даже у базовых начинающих сейчас, ну, скажем так, достаточно высокие зарплатные чеки. Но магистратура – это другое. В магистратуре вы даже можете выбрать дальше другое направление, уже более узко подготовиться по нему. Ну, и то, что вы изучите, вот это вот самое магистрское, то есть, там, во-первых, вы занимаетесь научной работой, во-вторых, повышать свою квалификацию уже с джуниора до медла. То есть, после магистратуры это как раз вполне возможно. После бакалавриата, кто бы что ни говорил, ну, никто не выпустит ни медла, ни сеньора, то есть, это понятие в программистах. То есть, если так говорят, соответственно, то эти слова нужно проверить, это нужно, соответственно, лучше всего проверить в сети интернет, в поисковой строке, то есть, сколько нужно лет, чтобы, в принципе, человека считать медлом. Чтобы человек считать медлом, нужно минимум пять лет. Давайте сейчас для наших зрителей, кто не понимает, Джун и Мидл – это то же самое. Да, то есть, это начинающий программист, и это уже среднестабильный специалист, Мидл, сеньор – это уже суперкрутой программист. Кто называет себя сеньором через 3-5 лет, это тоже не сеньор. Они их, значит, физически не встречали, это человек, который вот там будет начинающий программист или средний. То, что месяц делать, сеньор это делает за один день. То есть, нужно понимать, что магистратура, она дает уже более глубокие знания. И для тех, кто хочет дальше в аспирантуру, то есть, мы даем возможность начать писать кандидатскую диссертацию уже в рамках магистратуры. То есть, сразу определяем направление магистрской работы, которая может лечь в первые две главы кандидатской. То есть, по факту, у человека уже будет заготовка, и когда он поступает в аспирантуру, он уже там учится, сдает кандидатские минимумы и, соответственно, дописывает свою кандидатскую. Ну, вот смотрите, такой вопрос. Сейчас особенно актуален такой вопрос о том, что студенты, айтишники идут на айтишные сферы работать, они получают уже примерно 100-150 тысяч в месяц. Ну, так, утрировано, грубо говоря. Так зачем тогда им магистратура нужна, если они уже вот сейчас получают эти деньги? Они, в принципе, на этом и остановятся. И все? Ну, да, то есть, либо они будут саморазвиваться, то есть, опять же, либо в магистратуре, либо где-то повышать квалификацию, это первое. Второе, для мелких компаний это подойдет. Мелким компаниям, может, даже и базовое образование не нужно, некоторые туда идут, там на этом тоже останавливаются. Смотришь, что человек в 20 лет пошел, что ему потом 40 лет. То есть, он, в принципе, находится на тех же должностях, его, может быть, это даже устраивает. Там базовый оклад, который мы там вначале дали, например, 60-80 тысяч. То есть, на этом он там, соответственно, находится. Если человек развивается, то есть, в крупных компаниях, не то что без магистра, без ученой степени, это правда, проверьте, то есть, проверяйте все, что мы говорим. То есть, в крупных компаниях, такие как Яндекс, на должности старших программистов, просят, соответственно, уже наличие какой-то степени. Ну, да, такой вопрос к тому, о том, что очень мало айтишников старше 35-40 лет. То есть, сейчас именно упал спрос, как я говорю, 5 лет назад. Был большой спрос 5-10 лет назад на, скажем так, программистов, которые закончили курсы. Это даже не программисты, это такие кодеры, которые могут склонировать какое-нибудь приложение, сами не понимают, как оно работает. Вот, такой спрос был. Сейчас такого спроса просто нет. Рынок ими перенасыщен. Рынку они не нужны. На рынке очень не хватает квалифицированных программистов, алгоритмистов, которые понимают, что они делают, которые владеют инструментами, которые способны решать новые задачи, а не клонировать там что-то предыдущее. То есть, вот эти вот все курсы, они уже ушли в прошлое. Если в прошлом году можно было говорить, что они уходят в прошлое, сейчас все вот эти онлайн-курсы, которые говорят, подготовим программисты за 30 дней, да хоть за 3 месяца, не подготовят. Вот, да, к этому тоже подводил. То есть, получается, вот эти сейчас, где рекламируют на Ютьюбе, приходите, там у нас онлайн-школа, они, по большому счету, нужны только так, на первых парадах. Но получается, что не будет ни государственного, скажем так, диплома об образовании и таких знаний, чтобы потом их продемонстрировать, не будет. То есть, да, человек увидит, что это программирование, что это такое. То есть, скажем так, даже в техникумах на среднепрофессиональное, там, на обучение человека, работа на стройке нужно 2 года, на обучение электриком столько нужно. Неужели кто-то думает, что на обучение программистам нужно 3 месяца? То есть, на обучение программистам нужно минимум 4-6 лет. Наверное, какие-нибудь базовые приемы? Базовые приемы, да, но в реальной практике, на реальной работе эти базовые приемы не помогут. Человек что-то сделает и в продакшн, то есть, на выпуск, это давать нельзя, это работать не будет. В рамках студенческой работы, конечно, это работать будет у человека. Вот оно у него, например, на смартфоне, на одном смартфоне работает. А когда оно загрузится на 100 000 смартфонов и будет работать с высоконагруженной сетью, оно просто не будет работать. И как бы вы его не меняли, это приложение, его надо заново полностью переписывать по правильной архитектуре. То есть, чем мы еще учим, это разработка правильной архитектуры, программного обеспечения. А это сложно. Это тоже математика. Это программная инженерия. Ну, это то же самое, как в журналистике. Если ты посмотрел 2-3 интервью, я интервью дузяю, это не значит, что ты классно… Да, это не значит, что ты начал писать тексты и говорить, вот я же тоже тексты пишу. Если ты там еще далеко, там вопрос научиться поздавать. Вот разотронули тему про мобильное приложение, у вас есть очень много мобильной разработки. Это приложение «Студия РУС». Давайте загибать пальцы. «Студия РУС». Какие еще есть? Смотрите, да, приложений достаточно много. Я думаю, здесь перечислять их никакого смысла нет. То есть, у нас есть научно-исследовательский центр, который занимается разработкой мобильных приложений, как на заказ, так, соответственно, и для университета. Но, опять же, как я сказал, мобильные приложения сейчас – это не самый тренд. То есть, мы этому обучаем. Вот. То есть, направлений у нас много. И для университета делали приложения, и, скажем так, выпускали на заказ тоже. То есть, опять же, мы привлекаем, мы работаем с реальными компаниями, они нам делают заказы. Мы, соответственно, силами нашего большого штата программистов, плюс студентов, разрабатываем проекты. То есть, студенты на реальных проектах этому всему учатся. Ну, давайте, раз уж не секрет, про какой-нибудь такой большой, крупный, белорусский проект. А, ну, я понял, на что вы намекаете. Я понял, да. То есть, мы уже достаточно долго работаем с Минским тракторным заводом. Вот. То есть, мы достаточно давно занимаемся автоматизацией, разрабатываем беспилотники, грубо говоря. То есть, беспилотники мы до этого делали для внутрозаводских перевозок с КАМАЗом, карьерные самосвалы. И вот в начале прошлого года переключились на сельхозтехнику. Конкретно с Минским трактором-заводом мы разрабатываем беспилотные трактора. Беспилотные трактора бывают малые, средние и тяжелые. Мы, соответственно, на текущий момент разработали малый трактор. Это все те, которые вы можете видеть, ездят, например, по улицам, убирают улицы. То есть, это вот небольшие трактора. То есть, мы именно автоматизировали, сделали из него беспилотный. Он умеет выполнять задания. Владеет, соответственно, системой сенсорики, искусственным интеллектом. Сейчас, в этом году, ведем разработку по оснащению тяжелых тракторов. Тяжелые трактора, скорее всего, никто на улицах-то не видел. Их на улице не выпускают. Тяжелые трактора – это такие огромные колеса размером с двух людей. Те, кто ездят на машине, они, наверное, видят, когда такой трактор стоит и полторы полосы занимает. Вот такие только на полях стоят. То есть, если люди видят, это средний трактор. Тяжелые трактора, действительно, большие трактора, которые необходимо автоматизировать, и мы совместно с Минским трактором-заводом это делаем. И это все студенты тоже в этом участвуют? Студенты в этом обязательно участвуют. Все, кому интересно заниматься искусственным интеллектом, беспилотной техникой, машинным зрением, машинным обучением, все приходят, сами просятся, мы их, соответственно, к проектам подключаем. То есть, иногда они могут и мешать программистам своими вопросами, но задача программистов, преподавателей, научных сотрудников в том, чтобы, соответственно, расти и нам новые персоналы, и дальше тоже выпускать. То есть, часть студентов, то есть, как у нас вообще коллектив программистов скопился? Каждый год мы обучаем множество студентов, в прошлом году 60 человек пришли на практике, большинство разошлись по остальным компаниям, у нас вот 12 человек осталось. Поправьте, если не прав, это все в рамках вашей новой магистратуры роботехника? Да, инфокоммуникация специальной робототехники к этой магистратуре привязаны, конечно, то есть, оттуда студенты тоже участвуют, надо сказать, со всех направлений мы тоже привлекаем студентов, это включая студента 3-4 курса бакалавриата. Только 3-4 курса? То есть, к тому же? Есть исключения на 2 курсе, но, опять же, этот человек уже должен хорошо программированием владеть. Пустым незачем приходить. У нас ведь есть и базовое образование, которое нужно освоить. То есть, нет никакого смысла приходить заранее, если вы не готовы еще. Вот у вас базы нет, вас же все равно посадят книжку сидеть, читать. А если, допустим, к вам подходит студент и говорит, смотрите, у меня есть проект, помогите мне его реализовать. Да, да, с такими подходят. Такие у нас есть стартаперы, у которых есть свои проекты. Опыт у нас в этом есть. У нас в КФУ, в принципе, есть центр перспективного развития, он занимается стартапами. Мы, соответственно, как у себя в институте, так и в университете, таким студентам, таким командам помогаем. То есть, мы им помогаем составить бизнес-план, развить бизнес, то есть, собрать команду, руководим тоже этими командами, чтобы они двигались в правильном направлении. И, соответственно, дальше студенты уже подаются на стартапы, то есть, у нас есть программы, которая поддерживает стартапы, помогаем оформлять заявки. И, соответственно, студенты участвуют, побеждают, разрабатывают проекты. То есть, нет такого жесткого? Нет, ничего нельзя. ЛТД считает столбик. Такого нет. Нет, нет. Студенты, даже когда выбирают курсовые, дипломные работы, они могут, во-первых, свои предложить, во-вторых, мы даем на выбор огромное количество, которое они выбирают. И все это идет в будущее портфолио студента? Да, конечно. То есть, например, был студент, у нас вот такой ни дипломной, ни курсовой не было. Он решил стать именно программистом-тестировщиком, он предложил свою универсальную систему, которая на базе алгоритмов машинного зрения оценивает ошибки на сайте, именно на базе машинного зрения. Вот, то есть, соответственно, замечательно, его поддержали, то есть, этим занимаетесь. Ну, в этом у нас тоже специалисты, соответственно, тестировщики есть, поэтому тоже с этим проблем нет. Свою работу предлагаете, мы ее одобряем. Ну, с машинным зрением и с нейросетками у вас тоже довольно-таки такие хорошие отношения в институте. Ну, да, конечно. Основной упор, конечно, идет на кафетре приклада и математики. Ну, мы немножко заговорились уже, сам расскучаюсь. Вот, расскажи о студенческой жизни. Ты же вот не только учил, сдавал, учил, сдавал, не учил, пересдавал. Вот чем ты еще занимался? Ну, кстати, у меня вообще ни одной пересдачи не было. Ну, это так. Вот. Ну, на самом деле, у нашего института еще очень развита инфраструктура вне учебной деятельности. То есть, это около десяти, наверное, направлений различных. Начиная от спорта, заканчивая медиасферой какой-то в плане именно как написание статей, дизайн, творчество. Это все, что связано вообще, в принципе, с творчеством. Это и танцы, и песни, и вот, получается, концерты, театральное искусство, и добровольческое направление есть, кураторы есть. То есть, очень обширные и разные сферы. Я за время своего студенчества, наверное, попробовал почти все. Я был и куратором, и участвовал в концертах как декоратор, и как танцор. И, в конце концов, все-таки пришел именно в медиасферу, потому что я ей и так занимался, наверное, до поступления в университет. И, соответственно, здесь опять все это вспомнил и начал развивать то, что уже имелось, и дальше уже что-то новое придумывать. И стал, в конечном счете, руководителем медиа-центра нашего института. А все это не мешало учебному процессу? Ну, как я уже сказала, у меня не было пересдачи, я сдавал все задания в срок. В принципе, если человеку это интересно, он сможет успевать все. Потому что, получается, начиная с третьего курса, как раз началось вот это вот вливание именно в активную внеучебную деятельность. И, соответственно, в то же время я еще подрабатывать успевал. То есть и учить, соответственно, хорошо. Поэтому тут все, наверное, зависит от человека. Ну, то есть, если так констатировать, айтишник в современном понимании – это не тот, который ходит в клетчатой рубашке с сальными волосами, сидит и постоянно пишет код? Ну да. Это скорее, наверное, разносторонне развитый человек, который владеет определенными навыками, компетенциями, который знает, в какой сфере их применять и как их применять правильно. А вот взаимоотношения с другими институтами? Да, на самом деле, очень дружелюбные, теплые отношения, потому что в рамках именно что внеучебной деятельности, что в рамках, наверное, даже приемной кампании. Мы очень общаемся с разными институтами, достаточно много знакомых, а друзей у меня есть из разных институтов, из разных университетов, даже больше скажу. Ну, то есть нет такой конкуренции какой-то жесткой? Да, ну я бы не сказала, на самом деле. Все дружно здороваются друг с другом, бегают там курить. Ну, раз уж мы затронули приемную кампанию, напоминаю, она идет уже с 20 июня, звонков очень много, очереди большие, поэтому абитуриенты, их родители, мамы, папы, которые тоже звонят в приемную комиссию. Если у вас есть возможность подавать заявление онлайн через наш сайт Буду Студентом ГФУ, подавайте онлайн, потому что действительно в приемной комиссии на Кременске 35 очереди большие. Вот вы сказали, упомянули подавать через сайт абитуриента, у нас в этом году очень большой поток именно с сайта госуслуг. То есть сейчас идет общий переход всех вузов на госуслуги, то есть опять же, если есть возможность подаваться онлайн, она, думаю, всех есть, потому что здесь, когда вы приходите очно, единственное, что вам скажут, вас посадят за компьютер, и вы будете точно так же онлайн подавать. Точно так же, да. Точно так же, причем... Причем того, что вы сейчас стоите очередь, чтобы передать компьютер. Да, причем, скорее всего, вы будете подавать через сайт госуслуг. То есть это централизованный способ подачи сейчас, вот, и, в принципе, достаточно, скажем так, рекомендуем через него подаваться. Только в наш институт больше 10 тысяч заявлений было на вчерашний день. На вчера? Да, но вчера, да, то есть среди всех технических институтов, естественно, то есть это самое большое количество заявлений, но, тем не менее, то есть у всех институтов достаточно большое количество заявлений, поэтому нужно подавать онлайн и... И это не только Казань, Татарстан, это и Россия, и зарубежье. Ну да, конечно. Причем мы это еще до конца приемки еще две недели, поэтому это и объясняет, почему такие большие очереди. Вот, а что касается, вот, тоже вопрос, очень всех интересует, где живут студенты, в каких общежитиях? Вот, Саша, ты жил в общежитии или где? Да, во всех общежитиях за все время обучения. И в деревне универсиады, и в, получается, номер 4 общежития студенческого городка. И вот сейчас, на данный момент проживаю в общежитии номер 9 уже студенческого городка. То есть помотало тебя? Ну и на квартире я тоже жил на первом курсе. Вот что можно сказать про общежитие? Как там вообще быт, жизнь? Ну, опять же, наверное, это больше зависит от человека, от того, что ему интересно, и что для него в приоритете. Для меня, наверное, определяющим фактором стало именно окружение. То есть именно какая-то социальная роль, наверное, во всей этой системе и взаимодействие со сверстниками, либо со старшими курсами. И вот на данный момент мне в рамках, наверное, учебы и, в принципе, своих каких-то, скажем так, наверное, дружеских отношений выстроились они. Вот. И мне больше комфортно, наверное, в общежитии номер 9. Для кого-то это будет, наверное, больше определяющим фактором именно условия. Ну, вообще, да, по условиям там что? Как? В комнате? Да, все общежития переоборудованы. Ну, то есть они достаточно хороши и, наверное, даже лучше, чем множество общежитий, которые предоставляют Москве, допустим. Вот. Поэтому вполне приемлемые условия, даже, я бы сказал, хорошие. У вас же в институте все равно, как у всех, есть жилищно-бытовая комиссия, которая решает вопросы касательно заселения общежития и дальнейшего проживания там студентов. Да, все верно. То есть если возникают вопросы, можно обратиться прямо в эту комиссию? Да, конечно. Кроме того, что у всех групп есть еще и свои кураторы, с которыми они на связи. То есть есть заместитель директора по социально-воспитательной работе, который 24 на 7 онлайн доступен студентам. То есть все его знают, все с ним общаются. И опять же все знают своих кураторов. В общем, по любым проблемам, соответственно, мы вот студентов сопровождаем. Ну, то есть нет такого, что поступил сам, живи, сам делай чехоль, что всегда идет какая-то помощь и открыт делок студентам идет. Вот. Еще такой вопрос, как раз-таки, прилетел из приемки. Пишут, бытует мнение, что для поступления к вам нужны большие баллы. Это правда? Ну, да, это правда. То, что мы уже называли на разные направления. Разное количество баллов, конечно, но, например, на прикладную математику это самое сложное направление. Туда меньше проходной балл требуется, но это вот 240. Это вот прям самое маленькое. То есть в среднем нужно рассчитывать, что 255 где-то, наверное, в среднем поступите на бюджет. Но опять же у нас есть и контрактные места. В контрактных местах все немного проще. Кто успел, скажем так, тот и поступил. То есть там тоже есть минимальный проходной порог, это безусловно. То есть мы рекомендуем поступать тем, у кого больше 200 баллов с трех экзаменов. Ситуации бывают разные. Просто тоже на ЕГЭ. У кого-то что-то не получилось, например, с русским языком. Потому что у нас русский язык тоже третий. Может, он хорошо и математику, и информатику. Русский не получился. Скажу так. Русский язык, конечно, нам нужен, но не на 90 баллов. Вот. То есть поэтому студенты поступают грамотно и очень много грамотных на контракт. Ну, понятно. Не лингвисты. Очень много сильно, скажем так. Цитирую. Я не умею программировать, но хочу к вам поступить. Я смогу поступить и научиться. Ну, идем программировать. Нет, ну да, конечно. То есть единственное, что непонятно, как человек сдавал информатику. Возможно, он сдавал физику, потому что у нас выбор между физикой и информатикой. Вот. Но, тем не менее, есть направление. Опять же, на той бизнес-информатике и прикладной информатике программирование дается с нуля. То есть прямо вот с базовых блок-схем, с программирования. Те, кто не владеют, то есть там это все дается, этому всему обучим. То есть на этом и направлено. Иностранные студенты могут поступать к вам? Вот как, кстати говоря, отставят дела, если иностранец поступает, он не очень хорошо говорит по-русски, но неплохо говорит по-английски. У нас есть подготовительный факультет для иностранных учащихся. Во-первых, все такие сначала идут туда. Вот. В основном иностранцы, скажем так, проблем нет с владением языком. В принципе, если человек в другую страну приезжает, он адаптируется. Для этого у нас в университете помогают. У нас есть курсы для таких студентов. Да, иностранные граждане могут поступать на все направления, кроме информационной безопасности. А почему информационная безопасность? Потому что информационная безопасность – это закрытое направление во Всероссийской Федерации для иностранных граждан. Информационная безопасность только для русских. Ну и такой вопрос. Почему считается то, что и в МИД, и в МК – самый смарт-институт КФУ? Неоднократно это писано на буклетах. Да, самый смарт-институт КФУ. Это именно имеется в виду концепция SMART, которую мы тоже упоминали, что мы в каждой образовательной программе ставим конкретные цели. То есть, это аббревиатура. Вкратце просто расскажу, что мы ставим не просто образовательную программу, что есть набор предметов. Нет, набор предметов целенаправленный, за счет этого строится трек, и обучающийся по окончании четвертого курса получает конкретную специальность. То есть, у него есть конечная цель, которую он должен достигнуть в результате решения всех задач на четвертом курсе. Ну, у нас время подходит к концу. Я думаю, если у вас еще обоих какие-то остались мнения, можно что-то добавить, сказать. Антон Санрович, вам слово. Что бы вы хотели сказать абитуриентам, их мамам, папам? Да, я бы хотел сказать всем спасибо, кто сегодня к нам присоединился. До конца приемной кампании, я бы даже сказал, осталось всего две недели, поэтому уже подавайте свои заявления. Мы будем очень рады видеть вас в институте. То есть, если вы хотите стать программистом, хотите стать высококвалифицированным программистом, то вам однозначно к нам. Александр? Ну, если добавить, то у нас еще есть группа ВКонтакте, где вы можете написать сообщение группы, и, соответственно, там я сижу, отвечаю на самые часто задаваемые вопросы абитуриентам. Зачастую бывает так, что люди не могут дозвониться, но могут написать, и им ответ дадим как можно быстрее. А какой самый часто задаваемый вопрос? Какой минимальный проходной балл? Ну, мы об этом не можем сказать. Каждый год всегда по-разному. Ну да, каждый год по-разному. Ну что ж, время у нас подходит к концу. Напоминаю, это был прямой эфир по вопросам поступления в ВУЗ в гостях Института вычислительной математики. Егор Ильич Фантур Александрович, первый заместитель директора, и Александр Россин, вошедший в топ-20 лучших выпускников КФУ. Ну, а на всем я прощаюсь. Абитуриенты, как уже было сказано, подавайте заявление, не тяните, если есть возможность онлайн, подавайте онлайн. Ну и удачи вам, успехов. Надеюсь, в следующем году увидимся где-нибудь в двойке или во дворе на сковородке. Всем спасибо, всем пока. Субтитры подогнал «Симон»